Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Главе муниципалитета отчитались в проделанной работе руководители структурных подразделений, начальники силовых ведомств и представители экстренных служб. С докладами спикеров ознакомилась и наша съемочная группа. 2050 обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшие недели. 31 заявление стало поводом для возбуждения уголовных дел. По горячим следам стражи порядка раскрыли 25 преступлений. Продолжаем работу в сильном варианте. То есть совместно с образованием и с управлением культуры охраняем наши парки в субботу и воскресенье, для того, чтобы там ничего не совершилось. И также сейчас совместно с комитетом образования, то есть охраняем школы, где проходит единый государственный экзамен. 61 выезд по сигналу тревоги. Такой выдалась неделю у сотрудников Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона. В шести случаях пришлось бороться с огнем. Одно происшествие с пострадавшим. 24 мая, в 8 часов, Октябрьский проспект, 43, корпус 5, дом пятиэтажный кирпичный, 4 подъездный. В одной из квартир, пятикомнатная квартира коммунальная, в одной из комнат в горе личная вещь на площади 5 квадратных метров. Имеется пострадавшая женщина госпитализирована в Люберецком больнице с диагнозом отравления продуктами гаремии. В блоке ЖКХ без происшествий. Аварийных отключений на территории округа не было. Все системы функционировали в штатном режиме. Согласно графику, продолжается работа в МКД. В домах меняют лифт, ремонтируют подъезды и проводят капремонт. Всего у нас запланировано отремонтировать 135 многоквартирных домов. В работе сейчас находится 51 дом. И выполнена работа уже на 23 домах. Что касается содержания городских и дворовых территорий, то над этим трудились более тысячи человек и сотни единиц спецтехники. В первую очередь, внимание обращают на опиловку аварийных деревьев, покоз травы и вывоз мусора. Такую же работу проводят в парках городского округа. Владимир Ружицкий дал поручение. Содержание зоны отдыха в летний период должно быть под особым контролем. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.